И два раз. Здравствуйте, дорогие активные предприниматели. Мы продолжаем цикл эфиров с лучшими из лучших, с топовыми из топовых. The best of the best. Задача наша основная – помочь каждому из вас получить информацию для следующего шага в наше непростое время. Конечно же, нас еще впереди с вами ждут практические занятия. Мы это запускать будем в марте, где эксперты будут показывать, а вы прям повторять за ними сразу в моменте. Ну и чатик наш, активный предприниматель. Созданный для того, чтобы вы могли задавать любые вопросы, и мы будем помогать их решать. В описании к видео будет ссылка. Сегодня у нас в гостях друг, эксперт, я даже не знаю, как назвать, чудесный человек Василий Газизулин, который про франшизу, наверное, знает все и может простым языком объяснить, что это такое, что это не страшно. Во-первых, не страшно покупать. Во-вторых, не страшно свое создавать. Как минимум, вы поймете, какие у вас процессы. Для себя хотя бы структурируйте, что происходит внутри компании и как, может быть, по-другому или улучшить то, что есть сейчас. Василь, приветствую тебя. Привет, Илья. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я рад всех приветствовать. Если у нас кто-то в Zoom сейчас или потом будет смотреть трансляцию, действительно поддерживаю то, что говорит Илья. Пишите, какой у вас бизнес. Пишите в комментариях, чем вы занимаетесь. Хотите ли вы создать свою франшизу? Хотите ли вы продать свою франшизу? Вот. Это все мы, соответственно, сделаем таким образом, чтобы этот эфир принес вам максимальную пользу. И помимо этого эфира я готов буду ответить на любые вопросы. Здесь после сегодняшнего эфира я, как и любой модный спикер, соответственно, приготовил подарки. Подарки два. Чек-лист про создание франшизы, соответственно. И второй чек-лист – это глава из книги моей, которую я написал, которая называется «Микрорайон. Инструкция по применению». Это глава, которая описывает, как вам можно начать зарабатывать деньги буквально в своем микрорайоне, в своем квартале, где вы живете. То есть это будет полезно, чтобы вы, прочитав это, были спокойны, зная, что, в общем, бизнес можно вести прямо в своем микрорайоне, прямо в своем доме. Это важно. Надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Мы будем продолжать. Я приготовил здесь одну эксклюзивную презентацию, которая называется «Экспорт через франчайзинг», соответственно. И на примере самого вообще ультра-топового контента я расскажу о том, каких целей можно достигать по франшизе. Естественно, я в преддверии этого, чтобы сразу перейти к делу, скажу, как вообще построим наше общение сегодня. То есть я буквально в 20 минут уложусь, расскажу про то, как нужно сейчас действовать на рынке франчайзинга, как нужно заниматься созданием франшизы, как нужно заниматься, соответственно, ну, если кто-то будет думать о покупке франшизы, что надо делать. И я расскажу про экспорт еще. То есть сейчас я бы хотел рассказать про пять основных шагов, связанных с созданием франшизы, как это надо делать, как это делает наша команда «Топфранчайз». Мы занимаемся созданием и продвижением франшиз, да, и, соответственно, как это делают наши клиенты и партнеры, кто с нами создает франшизу, да, соответственно, вот в это время. Двигаемся, в общем, по нашим планам. Вот, итак, пять шагов, которые я сразу хочу, соответственно, проговорить, да, чтобы вы могли ориентироваться. Вот, сразу пошел контент. Первое – это оглядеться по сторонам. То есть рынок франчайзинга уже достаточно богат. Почти 150 лет развивается эта индустрия. Соответственно, в этой индустрии задействованы миллионы людей, и десятки тысяч компаний уже с подобными вашими товарами, услугами вышли на рынок. И у них у всех есть коммерческие материалы. Они публикуются на таких порталах, как наш, «Топфранчайз». Они активно рекламируются, и в интернете про них можно найти информацию. Поэтому самый простой первый шаг, который надо сделать – это посмотреть, а что уже есть в вашей сфере. То есть если у вас есть кондитерская, или есть детский сад, или какие-то услуги, или вы производитель чего-либо, да, там, продуктов питания, или там, какой-то промышленной сферы, да, там, производитель, или вы, собственно, занимаетесь индустрией красоты, да, там, или делаете что-то в общепите, доставка еды, там, или производство одежды и так далее. Вот все это уже есть на рынке. И российском, на русском языке можно искать, и международном. Поэтому первый шаг – это просто начать гуглить, смотреть информацию, искать в том числе на нашей платформе topfranchise.com. Да, я вот сейчас для удобства включу презентацию, чтобы вы могли видеть, как это вообще выглядит, соответственно, да. И, собственно, здесь вот мы видим наш этот проект topfranchise.com. Надеюсь, экран виден. Вот, и мы здесь уже опубликовали тысячи компаний, которые, соответственно, предлагают свою франшизу по миру. На нашем российском маркетплейсе topfranchise.ru вы также в любой момент можете увидеть, соответственно, то, как это выглядит на русском языке, да, то есть опыт российских компаний в вашем распоряжении вместе с нами. Вот, собственно, дальше мы говорим про второй шаг. Второй шаг – это экономика. Это очень важное действие, которое каждый предприниматель должен сделать самостоятельно для себя, потому что это нужно в первую очередь вам. Берем два листочка буквально перед собой. Я даю конкретную инструкцию, как надо действовать. Вот, один и второй, соответственно, да, вот два листочка. Вот, А4. Берем чашечку кофе, берем, соответственно, чаек, берем ручку и спокойно, без телефона, чтобы вас никто не отвлекал, соответственно, если вы действительно думаете о франшизе, начинайте писать на первом листочке план по дивидендам на 23-й год, на ближайшие 5 лет, сколько денег вы хотите заработать от продажи франшизы или от продажи товаров через франчайзинговую сеть, или от продажи, соответственно, каких-либо услуг, да, которые вы оказываете. Вот, клининг, не знаю, уход за пожилыми людьми, обучение детей, индустрия красоты, вообще все любые услуги, там, ремонт смартфонов, ремонт автомобилей и так далее. Вот, собственно, вот план по дивидендам вам нужен, да, то есть вы должны писать, сколько в деньгах вы хотите заработать. Естественно, что если вы столкнетесь с этой задачей и начнете это писать, у вас возникнут вопросы, поэтому вот по ссылкам в описании к этому видео, любые ответы личные мои на эти вопросы я дам обязательно, поэтому обязательно связывайтесь со мной. Вот, то, что касается второго листочка, это более сложная задача, да, то есть которую надо сделать, это написать свое виденье, свой план по капитализации вашего бренда, благодаря тому, что вы создаете франшизу, масштабируетесь, как сейчас модно говорить, да, но у вас это должно быть конкретная задача. Зачем это надо делать? Задачи, по сути, две. Первое – это заработать денег, конкретно в деньгах, измеряемая задача, как в спорте, да, дивиденды, сколько вы получите от этого, как основатель, да, себе в карман, и будете получать там каждый месяц. Вторая задача – это капитализация бренда. Это то, что я сейчас говорю, в России обычно никто не говорит, в малом-среднем бизнесе. Эта информация крутится только в венчурной индустрии, да, в России, где стартапы есть и так далее. А вот когда мы говорим про франчайзинг и бизнесы, которые приземлены, которые работают на земле, так скажем, да, то есть там парикмахерские, булочные там и так далее, то обычно об этом не говорят. Обычно говорят, ну, ты работай как бы, да, пока у тебя работается. Потом, когда надоест или когда ты уйдешь на пенсию, уже физически не сможешь это делать, может быть, там сможешь кому-то это продать, может быть, детям завещать. Но обычно это все так не происходит, обычно это все уходит в песок. Люди это просто закрывают, и это массово. Поэтому моя миссия, моя задача – сделать так, чтобы вы, уважаемые слушатели сегодняшнего вебинара, да, соответственно, знали, что вам всеми силами, как предпринимателю, нужно работать на то, чтобы капитализировать свой бренд в России и по всему миру. Чтобы через 5 лет, через 10 лет, через 30 лет вы не остались у разбитого корыта, а чтобы вы были во главе компании, которая нужна людям не только в качестве услуг, но и нужна как актив. Это как дом. Там те, кто строил себе дом или там квартиру, соответственно, знают об этом, да, то, что иногда так по жизни бывает очень часто, что приходится продавать этот дом или эту квартиру и уезжать куда-то, разъезжаться с детьми, которые выросли, там бабушки, дедушки, там наследуют и так далее. Вот это все то же самое с компанией. То есть вы в этой компании, короче, не навсегда, вот, ваша задача сделать так, чтобы когда вы уже физически даже не сможете там в далеком горизонте это делать и скажете себе, ну все, я пошел на пенсию, чтобы это был актив. Вот я об этом говорю много, долго, даже сейчас у нас такая тема франчайзинг вроде бы, да, но я пользуюсь случаем, обязательно это хочу сказать. Вот франшиза – это один из способов, как сделать так, чтобы ваш бренд стоил определенное количество денег, и чтобы к этому прийти, вам нужна измеряемая конкретная цель. Если она будет, значит, вы к ней придете. Если цели не будет, вы будете двигаться по течению. Это я сейчас как Брайан Трейси говорю, да, Тони Робинс? Ничего не произойдет. Здесь то же самое, да, вот. Если не будет цели по капитализации вашего логотипа, бренда, компании, которую вы делаете, то и капитализация не произойдет. Вот венчурная индустрия, там, где молодые ребята, как правило, пилят свои стартапы, пичатся на всяких демо-днях, проходят акселераторы, проходят какие-то, соответственно, интенсивы и так далее, им сразу это в голову вдавливает, потому что там такая культура. Вот я хочу, чтобы наша вот эта культура франчайзинга, малого-среднего бизнеса, она была, соответственно, улучшена вот этой индустрией IT-стартапов, которые уже в России есть. Поэтому слушайте, соответственно, берите листочек после этого видео и пишите две цели – дивиденды и цель по капитализации. Если то, что я сейчас говорю, абсолютно новое и, возможно, настораживает вас и так далее, обязательно мне напишите потом в WhatsApp, мои контакты будут в этом видео. Я лично каждому отвечу, расскажу примеры в России, те, кто уже это делает. Это второй шаг, это экономика, да, которую надо заранее рассчитать перед тем, как вы будете делать действия по созданию своей франшизы. Третий шаг, который надо сделать, это обеспечить юридическую основу деятельности, то, что вы должны сделать, чтобы это было безопасно, чтобы продажа вашей франшизы на начальном этапе особенно была безопасной, чтобы она была в рамках российских законов. Ну, на всякий случай скажу, короткий словарь. Франчизер – это тот, кто продает франшизу, франчизи – это тот, кто покупает франшизу. Вот отношения между франчизером вами, кто создаст франшизу, и франчизи, должны быть безопасны. Это возможно в рамках действующих законов. Серьезные компании, кто профессионально подходит к делу, не обязательно, что это корпорации, это может быть ИП, ООО, самозанятые, кто просто ответственно ведет свою жизнь и работу. Они делают это все с нами, например, безопасно. У нас нет ни одного суда, соответственно, по нашим договорам, которые были бы там проиграны. Договор коммерческой концессии. Вам нужен юридическая основа деятельности. В этом случае это две стопки документов. Одна стопка – это договор коммерческой концессии. Вторая стопка – это приложение к этому договору. Как правило, это люди говорят, что это учебник для франчизи. Как ввести бизнес, как вот в машине лежит книга. Вот там, соответственно, там можно прочитать все про эту машину. Вот такой же мануал, такой же учебник должен быть у вашей франшизы. Написать его – это работа затратная, по времени, по деньгам, скрупулезная, которую надо делать. Вы можете сделать ее самостоятельно, можете сделать силами нашей компании. Проговорили, соответственно. Опять же, в основе юридической работы должна быть регистрация товарного знака. Это еще одно домашнее задание, которое надо сделать в первую очередь. Кто нас смотрит – это пойти и зарегистрировать свой товарный знак. Если вы это сделаете и не купите себе, например, новый айфон на эти деньги или не уедете в Дубай импульсивно, потому что там тепло, а вот на эти деньги конкретно зарегистрируйте свой товарный знак, то в будущем вы будете богаче. Айфон устареет, сломается, потеряется. В Дубае, соответственно, вы оттуда уедете, обратно сюда, в мороз. Но ничего от этого не останется. Поэтому нужно обязательно зарегистрировать товарный знак своего бизнеса, своего товара, что бы вы ни делали. Торговали на маркетплейсах или, соответственно, делали бы детский сад. Регистрируйте. Это третий шаг. Четвертый шаг – это, соответственно, реклама вашей франшизы. Надо начинать рекламу уже сразу, как только вы определились, чтобы не терять время. Короче говоря, это говорю ответственно только для участников нашего вебинара. Я знаю, что в Союзе деловых людей очень активные и, самое главное, порядочные люди. Поэтому я вам это говорю искренне. Как только вы определились продвигать франшизу, знайте, что закон пока в России вам не запрещает это делать. Это очень важная информация. Нет никакой поправки к закону о рекламе или каких-то лицензий специальной на франшизу. Поэтому в своем контакте, в своих социальных сетях, в телеграммах и прочих, соответственно, ресурсах, хоть афишу вешайте у себя на дверь в ваше заведение. Это такое домашнее задание тоже. Сделайте плакат, что у вас есть франшиза. QR-код там, ваш номер. Я серьезно сейчас говорю, да, это не просто там из головы я вытащил. Сделайте это, и вам это никто не запрещает. Не придет никакой там городовой, никакой администрации не скажет, снимите, у вас нет лицензии. Надо это делать, короче. Все, что не запрещено для нас, порядочных людей, что не запрещено, то разрешено в нашей стране. Надо это делать. Пятый шаг после рекламы, когда вы определитесь с каналами. Скажем, что одним из действенных каналов в 2023 году в России является наш сайт topfranchise.ru и topfranchise.com, потому что мы заместили запрещенный в России Instagram, Facebook, заместили, соответственно, Google, рекламу в Гугле и Ютьюбе. Поэтому все, кто раньше продавал франшизу там, идут к нам, потому что мы есть в Гугле на выдаче на топовой, да, в поисковике, и мы замещаем, соответственно, вот эти ресурсы, которые уходят из России. Вот. Собственно, пятый шаг, то, что вы видите перед экраном, это экспорт через франчайзинг. У меня буквально остается 5 минут для вас, да, но я быстро покажу за эти 5 минут примеры тех компаний, кто уже это делал. Да, ну, напомню, что я являюсь автором книги. Сегодня все, кто меня слушал, они получат главу из этой книги, которая называется «Микрорайон. Инструкция по применению». Плюс эта презентация. Вот. Плюс чек-лист по созданию франшизы. Zinger – самая старая, самая первая франшиза в мире. Zinger по-прежнему продается в России. Можете зайти в любой ДНС, увидите там швейные машинки. Вот это длинная история. Это дом в Санкт-Петербурге, построенный компанией Zinger. Российской франшизой здесь. Вот. Что-то у нас сегодня зависает. Zoom. Мое видео иногда что-то подвисает, поэтому прошу прощения заранее. Вот. Да, ну вот смотрите, это наш портал. 2,5 миллиона человек в год. Это то, что вы больше нигде не услышите о том, как выходить на международный рынок. Я в завершении своего выступления вкратце расскажу. Соответственно, да, этот проект мы ведем больше 5 лет. Всего нашей компании 10 лет. Но проект мы ведем, соответственно, международный 5 лет. Добили следующих результатов. Представляете, да, что больше 2,5 миллионов человек в год увидит вашу франшизу. Да, и вы получите заявки. Так выглядит карта приоритетного экспорта от российского экспортного центра. Рекомендую на эти ресурсы посещать, следить за ними. Большая часть мира, она открыта для России. Обратите на это внимание, что большая часть населения планеты живет в странах, которые лояльны к России. И одной из точек контакта с этими странами является Дубай. Мы открыли там представительство и ведем там работу по открытию там компаний и продаже франшизы из Дубая и в Дубай. Несколько компаний уже открылись там благодаря нашим всем наработкам. Это 5 отраслей, где возможны экспорты из России. Знакомые компании. Пока в этом слайде обращу внимание на компанию-алгоритмика, которая развивается по всему миру. Вот, компания Вербатория, соответственно, наш успешный кейс, продает франшизу из России по всему миру. Вот, и буквально еще там за одну минуту я покажу еще несколько компаний, которые успешно развивали экспорт в 22-м году и успешно это делают в 23-м. Вот, по франшизе. Альтаирика, это все экспорт услуг, да, образовательных. Алгоритмика, я сказал, это наш очень хороший клиент. По всему миру продают российскую математику и программирование, соответственно, да. И здесь также мы... Видим наши клиенты из Санкт-Петербурга, российская компания RoboClub. Они продают своих роботов даже в Японию. Компания SDEC, всем известно, тоже наши клиенты продвигают свою франшизу за рубежом. Собственно, компания Tonus Club из Санкт-Петербурга продала франшизу в Ирак. Вот на фотографиях вы видите, как они открывались в Ираке позапрошлом году. Вот, компания Slonvish. Вот, на самом деле, очень классный пример 22-го года нашего сотрудничества с российским экспортным центром и, соответственно, центрами поддержки экспорта регионов. Вот, обратите внимание, что возможно теперь экспортировать свой товар через франшизу за счет мер поддержки государства, которые, соответственно, существуют в российском экспортном центре и в центрах поддержки экспорта. Вот пример компании, которая воспользовалась этими мерами, разместилась на нашей платформе на английском языке и продала две франшизы. Одну продала в, соответственно, Эмираты, другую продала в Саудовскую Аравию. Вот, ну и завершение пример того, как, соответственно, у нас работает экспорт товаров через франшизу. Это московская компания Медсуфле Перони. Они, соответственно, развиваются в 20 странах с помощью нашей платформы. Вот, продают мед. Вот, да, и, собственно, мы говорим вот еще пример в ноябре, который совершился у нас очень классный. Эта компания Privy 7 открылась в Дубае по всем наработкам, которые мы сделали, соответственно, с ними еще 4 года назад. Они все эти 4 года продавали франшизу в России и ближнем зарубежье. Но вот в 22-м году в конце они открыли гигантский, классный, крутейший салон в Дубае. Вот, кому все это интересно, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей деятельности. Мы открыты, мы являемся действительно таким первым окном в мир, да, соответственно, по франшизе. И, конечно же, тем участникам наших программ, вебинаров совместно с Союзом деловых людей, с Ильей Тимошиным, соответственно, да, даются большие возможности, конечно же, да. Поэтому, чтобы ими воспользоваться, обращайтесь, пишите. Вот выставка, кстати, на экране Саудовской Аравии, которую мы проводили в прошлом году. В этом году мы также ключевой партнер этой выставки. Вот, кому интересно, фотографируйте QR-код, связанный с государственными мерами поддержки по экспорту через нашу платформу. Вот, это важная история. Потом на видео можете остановить на паузу и, соответственно, еще раз сфотографировать. Вот, чек-лист, который я обещал по созданию франшизы, тоже в этом видео на паузе потом сфотографируйте, посмотрите, соответственно. И можете сейчас сфотографировать и потом индивидуально обратиться ко мне с вопросом о том, как создать свою франшизу или как экспортировать свои товары и услуги. Вот мои контакты. Я очень благодарен за то, что у меня сегодня есть возможность выступать перед аудиторией, организованной Союзом Головых Людей. Мы сами входим в это сообщество, очень рады сотрудничеству и благодарны еще раз за то, что есть возможность сегодня выступить. Спасибо, друзья. Желаю вам успехов в этом интересном, так скажем, году, 23-м году. И с наступающим, все, кто нас будет смотреть в скором времени или прошедшем 23 февраля. Спасибо, Илья. Спасибо, друзья. Василий, очень четко, как всегда. Слушай, а фотографировать экран, конечно, хорошо. Ты же презентацию пришлешь, чтобы мы ее добавили в описании. Да, презентация будет, как и глава из книги, как и наш чек-лист. Спасибо большое, друзья. Благодарю. Слушай, ну что, хочется один вопрос только задать тебе. Знаешь, я когда начинаю общаться с предпринимателями, для многих франшиза это какой-то тяжелый, что ли, трудный путь, бояться туда идти. А вижу там твою деятельность, общаюсь с ребятами, которые к тебе обращаются. На самом деле даже маленький бизнес, в принципе, делая шаг в франшизу, начинает очень быстро расти. Здесь твой совет может быть тем ребятам, которые боятся туда пойти. Но на самом деле совет простой. Смотрите, в России сейчас, это факт, да, то есть из-за экономических проблем, кризиса там миромеждународного, в России все напряжено. Не так много индустрий, которые растут. По итогу 2022 года российский франчайзинг прирос к 2021 в количествах там в тысячах точках по франшизе. Поэтому не так много индустрий, где вы сможете сесть на скоростной поезд. Франшиза это скоростной поезд по-прежнему. Мы неубиваемые в этом плане. Чем сильнее будет кризис, тем лучше будет в отдельных отраслях франчайзинга. Следите за ними для того, чтобы сохранить свои доходы, свои компании и обеспечить свои семьи. Так что вот, спасибо. Приглашаю вас к этой деятельности. Получается тогда, смотри, какая история. Если человек, например, боится, ну то есть знаешь, как боится, вот у меня не все в бизнесе там, например, работает, а я еще не готов к франшизе. То есть можно ли в топ франчайз обратиться за бесплатной консультацией, где вы расскажете? Можно, да, будет? Конечно. Спасибо большое за, соответственно, за такую подводку, да, что мы, конечно же, да, можем обеспечить консультацию. Но отвечая на твой вопрос про страх, да, ну на самом деле нами всеми движет страх в плане того, что мы не знаем, что будет. И я просто еще раз хочу отметить, что франшиза – это для кого-то окажется просто шансом для того, чтобы справиться своим страхом, избавиться от старых каких-то бизнесов и запустить бизнесы, которые растут. В нашем сообществе таких людей много, поэтому мы вас тоже туда приглашаем. Спасибо. Ладно, все, завершающий вопрос про выбор франшизы. Буквально недавно был диалог, и девочка хочет кофейню себе открыть. И вот она, многие просто думают, что я куплю франшизу и типа делать там ничего не буду. Но, кстати, да, давайте я скажу ответственно, профессионально отвечу, да, то, что большая часть франшиз в России все-таки требует самозанятости в буквальном смысле. Не то, как это юридически определено, да, а вот именно быть вовлеченным, таскать коробки, стоять на кассе, общаться с клиентами и так далее. Это надо будет сделать в большинстве случаев. Но особенно российских реалий заключается, что очень маленькое количество, но оно есть, компания, которые занимаются обратным франчайзингом. Раньше этим занималась пятерочка. То есть ты дал деньги, этим бизнесом управляют, и ты получаешь свой доход от этого. Об этом более детально мы можем индивидуально пообщаться, рассказать. Такая возможность есть. Спасибо. Прикольно. То есть по факту получается, если я просто франшизу покупаю, все равно придется управлять, да, это я как управляющий, как операционный директор. Конечно, давайте говорить так честно, что придется работать, и никаких волшебных таблеток тут нет, забудьте об этом. Если они вам как бы насыпали эти волшебные таблетки, они будут горькие, поэтому готовьтесь к этому. Но рассчитывать надо на себя. Вы все, я уверен, классные, вы все справитесь. Я очень благодарен аудитории российского бизнеса, российским предпринимателям, за то, что они не уехали в Дубай, а на своих местах, там, в Кирове, в Архангельске, не знаю, на Камчатке, работают, пекут хлеб, учат детей, делают красоту, там, убираются в домах, ухаживают за пожилыми, учат детей, опять же, и так далее. Поэтому мы все на местах, да, поэтому мы в этом плане очень искренне. Спасибо большое, друзья. Ну что, Василий, желаем компании ТОП Франчайз развития, хотя вы уже и так, мне кажется, развиваетесь бешенными темпами. Друзья, оставим обязательно ссылки на контакты Василия, презентацию. Все, что сегодня было обещано в эфире. Давайте двигаться, если есть возможность франшизу, поднимать и экономику, и себя в том числе. Василий, команда ТОП Франчайз, чудес и волшебства. Спасибо, Илья. На связи. Пока-пока. Спасибо, благодарю. Благодарю. До свидания. Спасибо.